Стой на ветру пустому ведру Знатный удар нанеси поутру Звон на игру, дари всей округе Вознагради биение груди Дай ему грохот железной бодьи Перебуди людей словно диктор Граждане, внимание всем Сон отменяется насовсем До тех пор, пока не найдется гектор Лектор наперебор Сектор, вектор Нет, перевод Гектор умер Кто говорит, гектор умер Кто говорит, лень говорит Начинай от лень Трупов гектор обет До того, чтобы шуметь Позабудем его Мы позабудем утренний стук В бедрах с тобой Сот на ветру Позабудем утренний стук Кто-то лжив Гектор жив Жизнь одолжив У стиха для пожив Как жираф Или граф Шею задрал Хоть и вечно не прав Граждане, внимание всем Сон отменяется насовсем До тех пор, пока не закончит Лекцию гектор О том, человек таракан Или дом Породил тарарам Жил человек У него был дом Пришел таракан И принес тарарам Жил человек Жил таракан Пришли они в дом И пришел тарарам Жил таракан У него был дом Пришел человек Пришел тарарам Кто же, кто Породил тарарам Кто же, кто Породил тарарам Гектор, лектор на перебор, сектор, вектор, нет, перебор, вектор, округие подруги вещает, рокерептен, рокерепан, рот. Это стихоповарение я писал, когда я был больной, у меня была температура, так что не удивляйтесь, это была прямая психотеретическая поэзия, потому что очень температура была. Нет, ну ни капельки, ни капельки, все нормально. Ну хотя, в общем-то, на самом деле, те поиски, которые у меня осенью начались в плане вот именно ориентироваться не на смысл, а на звучание, это тут тоже есть, потому что, ну Гектер откуда взялся, если кто понял, потому что я говорю ГЕ, иди КТОР, то есть вот ГЕ, КТОР, получается. То есть это абсолютно вымышленный персонаж, у которого, он не должен был рождаться, а тут братцы и родился. Да. Бывает такое, что ты сам себя боишься? Бывает. Действительно, бывает, и... Главным образом, я боюсь иногда того, что подведет один из каких-то многочисленных отделов мозга, там типа, текст по пульту, рука где-то дрогнет и так далее. Главным образом, это вот, да. Ну и просто того, что, что выкину подсознание, вообще вот, я вот думал, что у меня в песнях никогда не будет вещей, которые мне лично отвратительны, например, трупы и тараканы. И вот тут, как бы, подсознание сказало, вызов принят, и вот они, пожалуйста, у вас тут есть. Ну так, в юморе сельском ключе, но тем не менее, так заодно же штаны. Потому что, допустим, Хрущ, меня не вызывают отвращения. Ну, жучок такой красивый, да, таракан? Ну, я не могу.